Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube каналомаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку труда Англии в 6.00 по GMT. Мы ждем этот релиз уже прям совсем скоро и в этой связи я предлагаю добавить в наш портфель еще и британскую валюту, за которой мы следим какое-то время, но еще не использовали этот актив инструмента непосредственно в самой торговле. Сегодня можем это сделать. В 12.00 выйдет отчет ОПЕК по соотношению спроса и предложения. Там попробуем найти побольше ответов на вопросы касательно текущего спроса, потому что на мой взгляд с ним сейчас в плане оценки общего глобального спроса потребления есть определенные проблемы. В 20.30 по GMT статистика от Американского института нефти по запасам нефти США. На прошлой неделе мы убедились в том, что запасы в штатах снова начали расти и это оказало умеренное давление на котировки черного золота. И я надеюсь то, что тенденция сохранится, поэтому в целом я скорее всего после выхода этого релиза и завтра после того, как к нашему вниманию будет представлен отчет от администрации на этической информации, еще больше буду уверен в том, что рынок нефти не добил локальных минимумов, куда может прийти в ближайшие торговые сессии. Ну а пока индекс доллара 105.10. Ранее мы разбирали очень сильный отчет по состоянию американского рынка труда. Нонфармы действительно превзошли самые смелые ожидания. 272 тысячи новых рабочих мест. Динамика по росту заработных плат тоже продемонстрировала позитивную тенденцию в увеличении с 4 до 4,1%. И я, пожалуй, не буду отказываться от аргумента того, что динамика заработных плат остается одним из важнейших компонентов, который влияет на общую ситуацию по рынку труда. Потому что чем выше заработные платы, тем выше потребительская активность, чем больше тратят потребители, тем больше вклад в разгон инфляции. И опять же приходим к вам к аргументу того, что в текущих условиях инфляционные риски американской экономики остаются настолько повышенными, что Федрезерв не может позволить себе взять и скорректировать планетарную политику, как это сделали ЕЦБ, как это сделал ранее Национальный банк Швейцарии и, собственно, Банк Канады. И, на мой взгляд, при текущей конъюнктуре экономической в США, возможно, американский регулятор будет уже последним центральным банком, который упадет на смягчение национальной монетарной политики. И в этот период времени, пока мы ждем как раз это важное изменение монетарного курса, но, вероятно, произойдет лишь под конец этого года, за это время мы сможем увидеть индекс доллара на более высоких ценовых значениях. Я на это рассчитываю и прогнозирую то, что индекс доллара легко может забраться даже в район 110 пунктов. На данном этапе мы ждем отчет по инфляции, который выйдет завтра и ждем заседания американского регулятора. Пока что у нас доллар стабилен, 10-летние трежерис тоже торгуются на довольно высоких уровнях, 4,45%. Инструмент FedWatch Tool все так же, как и вчера, подсвечивает нам очень низкие шансы на то, что американский регулятор снизит процентную ставку в сентябре. Сейчас это 46,7%. Золото – это 1300 долларов за тройскую унцию. Сантимент по-прежнему толпа в покупках. Я удерживаю короткую позицию. Учитывая то, что на золото и дальше будет давить ситуации с долларом, соответственно, чем выше и дороже котируется американская валюта, тем ниже спрос на золото и тем дороже она становится для держателей иностранных валют. Что касается соотношения динамики золота с доходностями американских облигаций, я тоже много раз рассказывал уже. Чем выше доходность трежериса, тем, соответственно, больше можно заработать на купонах, на процентных платежах ни купонов, ни процентов золота не приносит. Есть еще один негативный момент, связанный с рынком драгоценок металлов. Это Центральный банк Китая. Мы постоянно комментировали о том, что этот регулятор закупается в огромных объемах золотом и делает это на протяжении последних 18 месяцев, то есть полутора лет. Я думаю, что очевидно, это было связано с ростом геополитических рисков и так далее. Но в прошлом месяце впервые за последние 18 месяцев Центральный банк не изменил свою позицию по золоту, то есть не купил ни одной унции золота. Это уже тревожный сигнал. Кстати, мне очень интересны ваши мысли по этому поводу. Как вы думаете, почему Центральный банк Китая все-таки решил пока воздержаться от наращивания позиций в этом активе? Я сторонник того, что золото может продолжить развитие нисходящей динамики и буду ждать локальный минимум в ближайшей торговой сессии. Европейская валюта против доллара 1,0770. Помимо решения ЦБ смягчить экономическую политику, помимо сильных нонфармов, которые подогрели интерес к доллару, сейчас еще мы должны говорить и о политическом факторе, который тоже выступает риском для евро. Предварительные результаты выборов в Европарламент показали то, что особой популярностью начинают пользоваться ультрафравые партии. И в конечном счете это заставит действующей партии власти очень муторно и долго искать какие-то политические союзы, компромиссы с новыми политическими силами, которые выходят на арену. И это все потребует огромного времени, больших расходов для еврозоны, это риски неопределенности. Поэтому в целом фон идеальный для того, чтобы и дальше шортить европейскую валюту, как я ранее уже отмечал, с целевым ориентированным на отметке 1,05 и потенциально даже ниже. Британская валюта 1,2735. Сегодня ждем блок данных по рынку труда Англии. Я рассчитываю увидеть значительное снижение занятости. Это может отразиться на показателе в целом уровня безработицы. И я сторонник того, что слабая макроэкономическая статистика сегодня в довесок к тому фону, который связан с укреплением американского доллара, может стать причиной снижения пары фунт-доллар ниже отметки 1,27. Доллар-канадец здесь все в соответствии с прогнозом 1,3770 текущей котировки. Ждем закрепления инструмента выше уровня 1,38. Ранее уже отмечал, что причина, почему трейдеры сейчас продают канадский доллар, это смягчение канадской монетарной политики, снижение ключевой процентной ставки на 25 байсных фунтов. Это слабые данные по темпам экономического роста, которые оправдывают решение канадского регулятора начать стимулировать экономику через более низкую ключевую процентную ставку. И пятничный отчет по рынку труда Канады нам еще раз подсветил, что скорее всего в июле ставка в Канаде снова будет оснижена. Завтра состоится выступление Тифа Маклима. Я очень надеюсь, что он как раз прокомментирует последние слабые данные по рынку труда и уточнит перспективу снижения процентной ставки на одном из ближайших заседаний. Поэтому распродажи канадского доллара с большой долей вероятности продолжатся и ждем развития восходящей динамики в целом по паре доллар-канадец. Доллар иена 157.20 сезона интервенции. Мы сейчас, мне, как я уже отмечал, надо, друзья, тянуть до заседания Банка Японии, который состоится в пятницу. Ранее был анонс того, что могут быть изменения в действующей программе количественного смягчения. Скорее всего, Банку Японии придется пойти на этот шаг, потому что, очевидно, экономика сейчас переживает не самые лучшие времена. Буквально день назад, когда вышли показатели по ОВП, годовой показатель снизился на 1,8%, квартальный на минус 0,5%. И если все-таки одной из причин, в том числе слабой статистики, является снижение потребительской активности из-за крайне дорогого импорта сейчас, то мы снова приходим к тому, что причина этого крайне дорогого импорта – девальвация национальной валюты, которую нужно останавливать. Посмотрим, что сделает Банк Японии в эту пятницу. И рынок нефти 81.40. Я ориентируюсь, как и раньше, на поддержку 75 долларов за баррель. Факторы, которые могут в любой момент отправить котировки на локальные минимумы. Рост запасов нефти США, дорогой доллар. Решение ОПЕК, начать возобновлять и восстанавливать объем нефтитобычи – это особенно характерно для отдельных стран. И еще решение Саудовской Аравии снизить отпускные цены для партнеров из Азии, начиная с этого лета. Тоже является доказательством того, что спрос на нефтянку постепенно снижается. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!